всем привет с вами the station талер маша привет вот мы сегодня продолжаем серию анбоксингов тире обзоров потому что мы довольно подробно все рассказываем так будет быстрее и нагляднее вторая волна walking dead у нас мы много времени посвятили в июле и сейчас возвращаемся рассказываем про новые коробки да я вернулась из отпуска и мы рассказываем про ходячих снова окей так что у нас сегодня сегодня у нас будет крутой мужик тайрис также коробочка с его дочерью и ее хахалем отлично а батя знает что у нее парень в очках такой хипстер ладно посмотрим ну давай начнем с крутого афроамериканца здоровенного парня тайрис тайрис у нас идет как всегда в комплекте с каким-то дополнительным героем карлос карлос но отличный парень да соответственно можно посмотреть на тайрис он так немножечко по-другому выглядит чем на коробке он такой стоит суровый и с молотком во первых он в шапке или в каске ну да какой-то думаю это каска чтобы ходячие не прикусили вязаная шапочка но тем не менее это как-то ему надо оружие побольше как двуручный пилометч подошел бы больше но тем не менее есть рюкзак в отличие от некоторых парень с рюкзаком уже сразу и молотком хорошее оружие против ходячих тем не менее вот такой вот брутальный дядька вообще он довольно здоровенный качок наверное да он играл в американский футбол тогда все с ним понятно он раскачался свое время карлос его дружок видимо латиноамериканец простой парень карлос простой парень только со снайперской винтовкой видимо служил в ираке видимо служил в ираке он марксман у нас но мы про него расскажем чуть позже собственно говоря очень простая моделька ну довольно антуражная не снайперская винтовка с глушителем и тоже шапочка я не в шапочках ну блин такие вот парни и ходячий да причем ходячие насколько я вижу это либо ребенок его подросток да девочка с прической как у андре подросток да какие я думаю это подросток уличная банды наверное все такое это была уличная моду не так еще модно куртка завязана на поясе вот такая вот ну даже опять же для антуража не так много ходячих у нас которые сильно отличаются в модельном ряду но тем не менее вот я бы ее точно запомнила прикольно годится ну давай смотреть что у нас карточками давай раскрывать во первых как уже успели заметить там классическая футбольная броня который мы встречали еще стартере которая просто игнорирует всегда один урон в атаке ближнего боя давай посмотрим 12 пайнтов одеваете экипировку американского футболиста на плечники на грудник да все всегда минус один урон отлично это шикарная броня я считаю ну конечно от выстрелов не сильно спасает тогда да но от ударов каким-нибудь твердыми предметами типа биты нигана вполне себе может защитить еще один вариант футбольной экипировки он комбится у нас с броней то есть если вы одеваете это все вместе получается 20 очков экипировку но тем не менее шлем дает бонус и какой соответственно когда враг с у которого есть свойства стан или блажен атакует себя ты можешь кинуть черный кубик но успехи модель не падает ну тебя нельзя оглушить да если тебя бьют каким-нибудь бейсбольными битами и прочим то тебя нельзя оглушить ты не упадешь если кинешь конечно же успех на черном и вдобавок если вы комбите это с футбольными наплечниками да вы получаете добавку добавочный красный кубик защите в ближнем бою да только в ближнем вот такая вот комба собственно говоря за 20 очков очень даже я думаю что тарис когда сваливал начале апокалипсиса из дома то он прихватил с собой старую свою форму всему и молоток из ящика с инструментами самый обычный молоток дуал вилд блажен и просто добавляет белый кубик на ближней атаке 13 пайнтов ну в принципе на если нет ничего другого хорошее рукопашное оружие конечно не сравнится со всякими ножами и прочим но тем не менее можно брать в к в комбу с другим оружием например какой-нибудь топор или мачете губернатору и молоток губернатор вас любитель бегать с двумя оружиями всегда и конечно же оружие карлоса ох какая-то очень суровый арктик warfare снайпер-райфл это армейская снайперская винтовка на 40 дюймов она хреначит омагат омагат то есть это дизельно про оружие для профессионалов дизельно точно служил где-то где еще можно такую штуку раздобыть ну это вот с такой можно стрелять метров там наверно на 800 минимум ну тут 40 дюймов у нас это ружье райфу правило добавляете синий кубик к дальним атакам и за каждый крит на восклицательном знаке вы добавить еще красный кубик на броске при всем при этом до дополнительное правило что на этом бонусном кубике если вы кидаете крит то у вас вы не должны будете бросать аморол то есть красный кубик не генерирует то что патроны кончаются такое вот дополнительное правило 40 очков длиннобойная штука строго всем марксманам я думаю что нужно я считаю что она больше для игр которые рассчитаны более чем на 300 очков где как раз размер поля увеличивается с 20 до 40 дюймов да во первых вы стреляете через все поле ну и марксману без этого никак на уж дополнительные кубики все такое в синий это неплохо андреа карлос вот пожалуйста ну что у нас тут карлос он падальщик у нас без фракции по сути наемник но тем не менее есть приписка он у нас стрелок но какие у него параметры за 24 очка такие на самом деле соответственно немножечко прокаченный шутинг все остальное довольно простое по красному это обычно по сути человек у которого красный красный на миле и на дефенс ничего особенного ближнем бою не умеет спец правил просто-напросто нет это дешевый за 24 очка марксман то есть если вы его берете ему нужно выдавать винтовку и куда-нибудь ставить в уголок чтобы он из нее просто постреливал хотя бы нервы средние что уже не куда но всего пять жизней такой вот дешевый стрелок по сравнению с тем не менее ну и конечно же звезда футбольной команды и нашего вечера такой вот брутальный про футбол плеер что собственно говоря и написано принадлежит фракции рика строго соответственно прокаченный мили и дефенс но при этом абсолютно не умеет стрелять ну а как он вместо того чтобы служить в армии учился в университете играл за футбольную команду поэтому да поэтому никаких никакой стрельбы за тайриса но тем не менее вы с его семью пайнтами здоровья можете выдать ему кучу оружия он еще и бруйзер что да и будет всех крушить бита молоток нож все что угодно специальные правила бит даун сбивает с ног соответственно когда на стороне тайриса больше людей ему добавляется кубик на мили атаку или защиту ну когда в общем играет в команде когда он чувствует до поддержку своих напарников у вас больше людей за него играет то тогда он дополнительно усиливается к его двум белым прибавляется еще и красный тоже неплохо причем вы можете красный как в атаку так в защиту приводит что ценно и лидерская способность блокируй и уворачивайся это опять же футбольная терминология да соответственно очень полезная способность для тайриса и всех бруйзеров его группе потому что она добавляет красный кубик на мили атаку и на защиту во время боя так 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 условиях да вы не должны быть вооружены да если вы деретесь без оружия или с оружием с правилом плача то есть это какие-то там палки и бейсбольные биты вилы и прочее прочее то есть по сути вы стрелять не умеете но ваше рукопашное оружие дает вам возможность бить как следует наваливать принципе неплохо даже без оружия кстати может вполне себе драться да то есть два белых плюс дополнительный красный за лидерскую способность и вполне себе неплохо я ходу снега нам его нельзя но нельзя но тем не менее за 58 очков довольно интересный брузер я считаю боец да я бы попробовал с ним поиграть причем набрать его в банду еще бойцов и чтобы они там бегали только с палками по сути зала заваливали ходячих тихо и спокойно вот такой вот бустер у нас пока 1 неплохо неплохо есть так сказать возможности для до весьма настройки не самый наверное богатый арсенал с точки зрения экипировки футбольный армор все-таки на мой взгляд довольно простая не самая крутая штука в этой игре ну слушай за свою цену весьма оправдывается я считаю поэтому можно и попробовать на сдачу вполне себе ну и на основе все-таки тайриса мы сможем собрать реально сильную команду бойцов ближнего боя но и второй бустер который мы рассмотрим это джули и крис соответственно как мы сказали это его дочка и посмотрим что же у нас внутри соответственно открываем три миниатюра ничего нового до соответственно крис жюри да какая-то дамочка ходячая посмотрим поближе да но я уже смотрю я уже сразу вижу бонусом бонусом у нас дополнительная карточка глен глен причем мастер по добыче припасов мастер бегун по добыче припасов это про обгрыженная версия глена да наконец-то во фракции рика есть достойный раннер как мы помним раннеры они могут без проверки перепрыгивать через препятствия что довольно хорошо при сборе припасов если вы покупали бустер с гленом вам строго требуется вот этот бустер конечно же чтобы эту карточку раздобыть но мы про нее расскажем чуть позже давай пока по миниатюрам крис парень тарисовой дочки просто подросток с пистолетом и модных очках одных очках да ну я не знаю насколько он хорошо стреляет мы на карточке посмотрим я думаю что не особо что-то мне подсказывает что не очень ну ладно так сама джули саппорт они оба саппорта это бустер исключительно из саппортов вообще оружия никакого нету побаиваются испуганная девочка да испуганная девочка подросток ну может что-то поможет там раскопать найти ну пока как бы какого-то мега бонуса не видно ну и дамочка ходячая босая модных зауженных джинсах она принарядилась перед апокалипсисом конечно тем не менее тем не менее дадут довольно неплохая миниатюра с точки зрения коллекционирования ну добавить еще новую миниатюрку ходящего в свой пул скажем так ну давай по экипировке мантик поинт это у нас меньше всего интересует вот что тут есть хорошего по экипировке соответственно сначала знакомая нам граната граната встречалась да в одном из предыдущих бустер такая же как у нигана лежит в бустере просто обычный град на 6 зимов можете бросить взрыв одноразовая и добавляет два красных куба за 10 очков можно экипироваться такой гранаткой неплохо какая-то крутая пушка тут боже мой это с у т.с. это по сути скорострельный дробовик range 2 по 20 дюймов стреляет это скорострельный дробовик multiple shot 2 стреляет два раза шотган опять же ближним бою в ближнем на ближней дистанции более смертоносен и добавлять два красных куба два белых куба на все броски от стрельбы 36 пайтов довольно дорогая штука тоже профессиональное оружие не каждому такое дается за 36 да он такой мощный ну скажем так в этом наверное бустере ценная экипировка вряд ли мне кажется разве что никому не подойдет но я думаю мы найдем ее применение конечно но игру в этом бустере экипировка ценнее чем модель очки потому что они как раз нужны для по апгрейда вашей банды вряд ли здесь вот я бы кому нибудь выдал бы шотган хотя хотя бы хоть что-то полицейский жилет это армор на тело на прекрасный армор потому что он соответственно скидывает дамаг любой дамаг как от дальнего так и от ближнего боя на одном красном будете пытаться откинуть защиту дополнительно то есть опять же успех не успех но но явно покруче чем обычная жилетка зомби не прогрызут враги вас не прострелят своих винтовок попробуйте защититься и двуручный топорик ну оборда вручный конечно же не для тех кто брузер да он булки он большой действительно острый и добавляет два белых куба на атаку 23 поинта довольно дорогой но тем не менее это хорошее оружие ближнего боя для брузера строго обязательно мне кажется кажется как раз для тайриса хорошую да в общем то вот я говорю здесь такой случай когда модели с героями не очень важны важный именно набор экипировки ну и погнали по карточкам конечно же первый у нас крис простой мальчик просто с красным кубом на всех значениях с низким уровень неров то есть четыре очка здоровья но такой на быструю игру на быструю игру и без спец правил вообще никчемный по сути персонаж можно добирать на сдачу ничем его не экипировать и сразу же отправлять на убой отвлекать от себя внимание ходячих от группы или что-то подобное я не знаю у меня такого нету даже идея его применения не на самом деле у меня есть он так как он без фракции в отличие от жули можно дать его банду нигану и использовать как раз таки лидерское правило жертвовать жертвовать ему в бою ну в общем то да не на что-то парень больше не годен джули сама дочка тайриса да с кубами не еще грустнее еще хуже все потому что не умеет не драться не стрелять 10 пантов всего стоит причем исключительно строго во фракцию рика идет четыре здоровья и какое-то специальное правило baby girl папочкина девочка ну блин когда жюри находится в килл зоне тайриса жюри во первых использует его нервы чтобы повысить собственный на один уровень выше а также тарису дается кубик на защиту ну не знаю как-то рик с карлом лучше комбились чем здесь вот семейные узы это видимо не для футболистов какой-то не знаю вот реально бесполезный бустер с точки зрения героев тоже вот эту девчонку я не знаю куда брать вот так вот сходу но она довольно ситуационная я считаю тайризу вам лучше даже без ее будет бегать ну за 10 очков может быть там дизайн добирать только если вы играете за фракцию рика возможно вы сможете добрать просто на 10 очков героя она может подбирать вещи потом передавать их тайрис да 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 ну и ходить строго опять же с тайрисом все таки если уж ее брать то только в комби чтобы она хоть что-то делала учитывая что не умеет не стрелять не драться ну и конечно карточка из-за которого бустер имеет смысл покупать опять же если вы играете за фракцию рика и у вас есть уже глен как миниатюра омагат омагат крутой глен да вы по он прокачался он получил мили белый и дефенс белый красный кубик на стрельбу по-прежнему он более стал у вас в более научен опытом теперь по-прежнему раннер что у фракции рика не так часто встречается к большому сожалению вот соответственно крутой раннер здоровье 5 но для принц для раннера нормально нормально до 42 панта стоит ну посмотри какие у него специальные правила и посмотрим во первых у него есть лидерская обилка то если вы берете его назначаете его лидером ваши банды по сбору припасов то что он может да соответственно глен и все раннеры в его группе не нуждаются в дополнительные действия чтобы взять какой-то предмет если не стоит базовом контакте они не тратят действия берут предмет вам не нужно делать search по сути да вы не должны как бы заявлять действие на поиск вы просто подбираете припасы и довольны уходите это очень круто осталось раннеров побольше набрать его фракцию да но у нас есть нейтральная сандра из стартовой коробки так что как минимум один раннер уже есть так три длайте соответственно каждый раз когда глен бежит он может на успехе не создать шума это очень круто вы бросаете черный куб кинули success и успех и вы не шумите а бегаете то вы ого-го потому что вы рано это очень неплохо true love ну конечно как же без романтики маша тебе должно понравится как неопределенно нравится настоящая любовь также как и в сериале глен влюблен в мэгги дочку хершела и что же как они компятся соответственно если мэгги в той же группе что и глен и подвергаются атаке глен получает бонус соответственно это красный кубик на дальнюю или ближнюю атаку по человеку который соответственно нанес урон мэгги да тут вижу даже все хуже намного более грустная история не просто подвергается атаке а удаляется как потери да и он наносит дабы добавляет кубики против того кто мэгги убивает это же так романтично мне очень нравится это комбо довольно своеобразно должны рассчитывать на то что в мэгги убьют и глен чуть чуть более станет брутальным парнем варвара да он своему белому добавляет красный в миле и хватает собора раз таки и двумя руками в общем переживая за свою девушку но тем не менее ну скажем так специальные правила ничего такого мне больше пора лидерская обилка конечно банду раннеров собирать особенно когда вы играете на сбор припасов вы всех обгоните точно быстро соберете припасы и свалите в общем такой вот неоднозначный бастерок второй у нас в этом наборе дам посмотрели тайриса он действительно неплохо вам дает хорошего героя ну посмотрели вот этот вот карточка прокаченного глена да наверное экипировка опять же неплохая и шотган и граната которую тоже не так часто вы можете встретить это это пор герой наверное просто в коллекцию скорее всего не знаю больше у меня идей нету на самом деле ну первый бустер годится в принципе во всем так что вот вам спасибо за просмотр вам еще надо сделать парочку обзоров чтобы закрыть бустера второй волны ставьте лайк подписывайтесь если вам интересно инфу по волкин деду получать у нас на канале все пока пока пока